В столице республики уже совсем скоро должен заработать перинатальный центр. Он рассчитан на 130 коек, а поликлиника на 150 посещений. Готовить персонал к работе начали еще в 2014 году. Открытие нового перинатального центра в республике позволит в первую очередь снизить младенческую смертность и предупреждать материнскую. И немаловажно, ввод центра в разы увеличит количество выживших детей с пороками развития и уменьшит процент инвалидности среди недоношенных детей. Всемирный день, посвященный детям, поторопившимся появиться на свет, к слову отметили на этой неделе. Ну а раньше сроков в Якутии по статистике появляются около четверти всех новорожденных. Порой их вес не превышает и 500 грамм. Оттого еще большее счастье испытывают родители, когда врачи с уверенностью заявляют, ребенок будет жить. Между тем, первое отделение патологии новорожденных в Якутии открылось ровно 50 лет назад в детской республиканской больнице. С тех пор многое изменилось. В первую очередь методики, оборудование, технологии. Неизменным остается одно, как и тогда работать в этой области выбирают те, кто считает свою профессию призванием. Марьяна Кутукова продолжит. С виду обычный мальчик Максим появился на свет недоношенным. Мама его родила на седьмом месяце беременности. Состояние новорожденного было крайне тяжелым. У малыша диагностировали внутриутробную пневмонию легких. Один месяц Максима выхаживали в реанимации. Затем за его жизнь боролись в отделении недоношенных детей в медцентре. Врачи первое время никаких надежд не давали. Была сначала паника очень большая, был страх и даже казалось, что мы, наверное, не справимся с данной ситуацией. А потом приходит время, когда ты начинаешь собираться с мыслями, силами и начинаешь работать с ребенком. Результат усилия врачей перинатального центра и родителей здоровый мальчик, которому 12 лет. Максим ходит в школу и мечтает стать речником. Я думаю поступить в институт, в речное училище. А почему речное училище? Потому что папа у меня там учился, брат мой учился там же. Крестись, да? Крестись. Первое в Якутии отделение патологии новорожденных открылось ровно 50 лет назад в детской республиканской больнице. Как и тогда, сегодня этот нелегкий труд выбирают только те, кто считают свою профессию призванием. Они такие маленькие, да, беспомощные, хочется чем-то помочь. Они даже не умеют плакать. Одно движение для них это труд большой. ДРБ, да, когда мы работали, было очень, конечно, трудно. Мы сами же кормили детей, да, эти бутылочки мыли под краном, кипятили их, соски тоже кипятили. Ирина Максимова трудится здесь почти 30 лет. Сегодня она удостоена звания отличных здравоохранений Якутии, как и другие ее коллеги. Ежегодно из двух с половиной тысяч родов в медцентре в четверти случаях – это недоношенные дети. Сюда поступают женщины из всех районов республики, у которых есть риск преждевременных родов и наблюдаются осложнения либо патологии. Недоношенные дети с рождения выхаживаются вот в таких инкубаторах. Это имитация утробы матери. Здесь поддерживается определенная температура и влажность. Врачи здесь постоянно контролируют жизненно важные функции ребенка. Недоношенный ребенок находится здесь до стабилизации состояния. Как говорят врачи, благодаря современным медицинским технологиям можно выходить младенца весами в 500 грамм. Сегодня экстремальный низкий вес у новорожденного – это менее 1000 грамм. В последние годы причинами преждевременных родов являются воспалительные заболевания во время беременности. Это может стать банальный кариес или цистит. Также причиной может стать прекламсия. Одним из факторов развития этого осложнения является неправильное питание. Молодые мамы очень используют фастфуд. То есть это картошка, фри, вот такие продукты, соки, которые имеют консерванты многим. Полуфабрикатами много молодых студентов, вот женщин питаются. То есть недомашняя натуральная пища. И это, конечно, может приводить постепенно-постепенно к таким особенностям организма, что у женщины появляется такое осложнение. Чем меньше срок рождения и вес новорожденного, тем низок процент выживаемости. Риск родить недоношенного ребенка есть у каждой женщины. Поэтому врачи советуют будущим родителям планировать рождение детей. Женщины должны заботиться о своем здоровье заранее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...